Всем привет! Вы смотрите программу про спорты. С вами я, Роман Карпов. В Большом зале многофункционального спортивного комплекса на улице Амелькова прошло открытое первенство города под дзюдо среди юношей 2001-2003 года рождения. Давайте узнаем, кто стал лидером данного турнира. В соревнованиях, посвященных памяти героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина, приняли участие 83 юных спортсмена из Станиц-Калининская, Верхнебаканская, городов Новороссийска, Славянск-на-Кубани и Анапы. Организаторами мероприятия на протяжении многих лет выступает детско-юношеская спортивная школа номер 5. Этот год для них особенный. 40 лет назад были проведены первые соревнования по борьбе дзюдо памяти Дмитрия Калинина. На открытии присутствовали и выступили с приветственным словом почетные гости. Я хочу пожелать вам, чтобы вы на этих соревнованиях показали все ваше мастерское умение. Срединственные коллеги, перед вами сегодня благословно. Пусть победит сильнейший. Поздравляю вас с начала наших соревнований. После торжественного открытия делегация спортсменов отправилась к памятнику Калинина для того, чтобы возложить венок. В ходе соревнований в общекомандном зачете лидерами стали дзюдоисты из станицы Калининской, которым удалось завоевать 5 первых мест в 7 весовых категориях. На втором месте оказались воспитанники ДВШ номер 5 города Анапа и на третьем месте спортсмены из Славянска на Кубани. Редкий спортсмен доплывает до такого результата. Анапчанин Сергей Аншуков выполнил уровень мастера спорта России по плаванию. Мы встретились с Сергеем на очередной тренировке в бассейне и пообщались. Подробности в сюжете Натальи Пухальской. Атлетическое сложение, крепкие мышцы, но главное – характер, стойкий, нордический. Сергей Аншуков плавает почти 15 лет. За это время выполнил норму мастера спорта. Хотя в бассейн пришел стариком в 10 лет. И начало большого пути будущей звезды незавидное. У меня было искривление позвоночника. Врач посоветовал идти на плавание, и вот я сюда пришел. В начале пятого класса. Мне тренер сразу сказал, говорит, ты бы еще в старости пришел бы. Ну, как-то нормально все сложилось. В принципе, да. Купил очки, одел и, в принципе, поплыл. И наплавал. Название мастера спорта. За одну тренировку Сергей проплывает 7-8 километров. За время всех тренировок проплыл почти 30 тысяч. Это как трижды добраться из Анапы до Магадана. Самый минимум, сколько я провожу, ну, вот когда вот в нагрузку идет, самый минимум, это где-то 4,5 часа. 4,5-5. Плюс, да, разминка, суша, тренажерка. В целом, где-то примерно, наверное, часов около 6 в сутки выходит. Суша – это нагрузка до и после плавания. Тренировки и упражнения для поддержки физической формы. В характере главное. Ну, это упертость, которую я унаследовал от отца. А вот. Ну, еще две, не знаю. Упертость и упертость. То есть, я вот иду к своей цели, и все. Вот я вот поставил цель, и я вот к ней иду, я вот часами вот могу работать, работать. В детстве, признается Сергей, отлынивал от тренировок. Повзрослел, стал серьезнее относиться к плаванию и к жизни. Окончил техникум, получил высшее образование. О целеустремленности Сергея в спортивной школе «Виктория» ходят легенды. И теперь он – пример для подрастающих пловцов. Сергей, скажем так, он такой, как своего рода Анапы, сын полка был. В свое время человек, умудрившись и отучиться в институте, и пройти армейскую школу жизни, скажем так, вернуться в бассейн, и дойти до мастера спорта, у него, слава богу, получилось. Я считаю, ну, в наикратчайшие сроки. Сами пловцы шутят. Плавание, спорт, хромых и кривых. В бассейн здоровыми приходят процентов 10-15 человек, остальные – по рекомендации врачей. Через полгода сколиозы болезни отступают перед мастерством тренера и трудолюбием ребят. Хороший, талантливый ребенок, да, с него толк будет, но приходит купаться. Многие такие. Приду, поныряю, покупаюсь, ничего Дмитрия Владимировича делать не хочу. Заставляешь, там, какими-то методами, там, разными уговорами. Ну, не всегда получается. А есть детки, которые, ну, посмотришь, ну, девочка, девочка и девочка себе, обычная девочка. Но внимание, скажем так, превыше всего. И такие выплывают в первую очередь, которые умеют слушать, умеют четко выполнять тренировочные задания. И плывут навстречу большим победам. В рамках шестых открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе в мае состоялись самые зрелищные поединки, традиционно собранные в специальной программе галло-финала. Любители спорта имели возможность увидеть лучшие выступления спортсменов. Рукопашный бой, тэквондо, тайский бокс, самбо, кёка-синкай, комбат самооборона и айкидо. В Анапу на традиционные галло-финалы приехали спортсмены из разных городов страны. По очереди на татами ринг выходили сильнейшие. Обладатели Кубка мира, Кубка Европы, неоднократные победители и призеры первенств России. В тэквондо победу одержал Александр Попов из Волгоградской области, победитель Кубка Европы в Молдове в 2013 году. Самым неожиданным получился результат в тайском боксе весовой категории до 48 килограмм, где победитель первенства России дагестанинский Мрана и Бейдулаев сумел одолеть победителя первенства мира 2013 года в Стамбуле Виктора Кудряшова. Афьё Кушенкая высшее мастерство показал призер первенства России Александр Арестов, который на соревнования приехал из Хабаровского края. Юного чемпиона наградил почетный гость, помощник президента Российской Федерации Юрий Трутнев. Очень чистая техника, очень хорошая работа рук, такая неразмашистая, очень внутри, очень трудно защищаться от таких атак, очень хорошие внутренние руки, то есть практически я считаю, что вот тот технический уровень, на котором он провел бой, вполне достоин для высокого взрослого поединка, не для юношеского. Как признался Саша, его мечта – выиграть чемпионат мира. Но и второй победе подряд на этих играх он и его команда очень довольны. Я рад, потому что я порадовал родителей, тренера за свой край, это дрался хорошо. Также Юрий Трутнев заявил, что российские представители боевых искусств являются на сегодняшний день сильнейшими в мире и имеют большие перспективы в будущем. Всероссийские юношеские игры боевых искусств прокладывают молодежи дорогу в мир большого спорта. Все боролись до последнего, было обидно, было больно, это же видно совершенно. Тем не менее, ребята стояли до конца. Это самое важное в боевых искусствах. То, что здесь воспитывается, это не умение как можно сильнее ударить, это умение сохранять дух, сохранять уверенность, сохранять спокойствие. Это самое важное. Ну а теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Самооборона». Слово Вадиму Родину и Армику Болосяну. И мы вновь в Центре боевых искусств «Белый дракон» под руководством армии Каболосяна. Армик Зорикович, интересуют все же вопросы, связанные с уличным боем, то есть нападение соперника с боковым ударом. То есть обычно все дела так, нет же у нас столько людей подготовленных и тренированных. Как действует в такой ситуации и какие вы предложите варианты, чтобы максимально быстро и эффективно обезвредить нападающего противника? Есть такие приемы, есть такая техника, она очень быстрая, очень эффективная. Давайте, чтобы много не говорить, мы лучше покажем. Мы уже не раз обращались к этой теме, и сегодня вернемся. Что такое первый и самый опасный, самый коварный удар? Это он неожиданный, это он быстрый, это он очень резкий, и самое главное, целенаправленный. Мы сейчас рассмотрим вот этот просто элементарный коварный удар, который делает мой соперник. И если я не ожидаю этого удара, мы стоим и разговариваем. Абсолютное отсутствие готовности к чему-либо, всего и с моей стороны. И вдруг без всяких предупреждений он наносит удар. Причем удар жесткий, быстрый и попадает в цель. Естественно, следом реакция, потеря координации. Идет второй удар, если еще и соперников несколько человек, то неминуемое падение на пол и куча ударов с ног. Что мы должны сделать? Всегда ожидать действий. Ни один удар не начинается с кулака. Все удары начинаются с области плеч. Идет удар. Я замечаю этот удар. Я могу остановить, сделать действие одной рукой. Но для того, чтобы вот этого действия будет мало, моя левая рука будет работать на блоке. Я сделал защиту. Все неожиданное теперь начинается уже для моего соперника. Удар. Перехват. Действие. Болевое. Если есть необходимость остановить этого соперника. То есть не причиняя ему никакого вреда. Но в случае, если соперников несколько, конечно, вам делать болевое смысла нет. Потому что следом летит атака другого соперника. В этом случае удар. Та же самая техника. Следом проход. Удар с ноги. Этого достаточно, чтобы потом работать с соперником. Следующее же действие. Тот же самый элемент удара. Разворот. Удар. Соперник падает. Вы остаетесь под контроль над теми, которые будут на вас нападать. Вот такая вот техника. Она элементарная. Ее очень легко выучить. И все таки, армия взрывов. Что самое главное в самообороне, когда на тебя человек нападает? Не бояться. Быть уверенным в себе. Если вы способны логически мыслить, что ваш страх никогда в жизни вас не сделает мужчиной, перейдите этот барьер. научитесь не бояться. Вот эти приемы и дадут вам чуть-чуть, или хотя бы сделать первый шаг к преодолению своего собственного страха. Все эти приемы можно посмотреть на нашем сайте. РНВ, Анапа-регион, то есть коров. Пока. До свидания. На этом все. Следующий выпуск программы смотрите 14 июня в 19.00. Все выпуски программы вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова